Дэвид Кэмерон пообещал референдум по поводу членства в ЕС, потому что он полагал, что не выиграет последние выборы в Великобритании. Он не ожидал, что будет повторно избран в качестве премьер-министра. Поэтому это действительно многое говорит о личных лидерских качествах Дэвида Кэмерона. Он предложил референдум по поводу самой противоречивой проблемы в Великобритании, но он полагал, что ему не нужно было реализовывать это обещание, потому что он не ожидал, что будет повторно избран в качестве премьер-министра в Великобритании. И это очень важно. Это говорит многое о Дэвиде Кэмероне. Но что касается британцев и референдуме, взаимоотношения между Великобританией и ЕС очень-очень сложны. И это во многом объясняется британским мировоззрением или, может быть, английским мировоззрением, потому что в Шотландии многие очень позитивно относятся к членству в ЕС. Однако в Англии, и прежде всего в Средней Англии, на юге Англии, у них имеется достаточно антагонистическое враждебное отношение к ЕС. И очень многие англичане не считают себя европейцами, и они не считают, что Великобритания – это часть Европы. И они полагают, что любое отношение между Великобританией и ЕС должно быть каким-то особым отношением. И в результате этого проблема становится очень сложной. Так чего же хочет Великобритания от ЕС? Конечно же, некоторые люди в британском парламенте считают, что Великобритания должна быть членом ЕС, но у нее должен быть особый статус. Великобритания не хочет участвовать в европейской армии и не хочет полностью разделять европейскую политику. Однако здесь возникает серьезная проблема, потому что если вы присоединяетесь к какому-то клубу, если вы являетесь его членом, то вы должны принимать правила этого клуба. А Великобритания пытается поддерживать очень сложные отношения. Она хочет, с одной стороны, быть в Европейском Союзе, но она также хочет оставаться с Америкой. И, конечно же, достаточно хорошо известно в Великобритании, что Америка полагает, что Великобритания это как бы ее глаза в Европейском Союзе, глаза и уши. И в том, что касается санкций по России, очень многие страны не хотели принимать санкции против России. Однако в связи с британским влиянием в ЕС, которое является отражением американских взглядов, эти санкции были приняты. И дело в том, что Великобритания не может всего добиться так, как она хочет. Она либо должна оставаться в этом европейском клубе, либо должна выходить из ЕС. И очень важный вопрос здесь – это свобода перемещения работников по Европейскому Союзу. Это очень важный момент. И Дэвид Кэмерон не смог полностью протащить в ходе переговоров свои условия. Не смог добиться того, что он хотел. И пока что он получил отсрочку примерно на 7 лет. Но что будет потом, неизвестно. Это очень сложная ситуация. И этому не помогает тот факт, что многие в британском парламенте считают, что Великобритания должна оставаться изолированной. Может быть, она должна больше не входить в ЕС. Конечно, есть некоторые взгляды, которые являются незрелыми. Но надо сказать, что именно в Англии, не в Великобритании, а в Англии сейчас очень противоречивые дебаты проходят. Продолжение следует...